1 2 3 1 2 3 4 5 4 минуты задержка простите пожалуйста ждали пока уйдут последние наши клиенты и касса снимали так юра можно ближе на посмотреть теперь о красиво красиво очень странно себя камера ведет конечно ладно годится экран очень сильно масштаб сдвигается смещается так добрый день всем дорогие друзья как всегда по понедельника мы выходим для того чтобы рассказать вам новости нашей компании у нас все хорошо мы продолжаем работать мы продолжаем демонстрировать показывать рассказывать паковать принимать удивлять и так далее сегодня новость на самом деле у нас только одна у нас как дополнительное предложение есть только одно изделие помимо всех тех программ которые вам уже известны можешь пожалуйста подать буклетик я просто покажу еще раз акцентирую внимание на том что уже месяц как у нас вошел на информационное поле новый каталог осень зима 2024 2025 цены в нем значительно упали и это вас должно радовать как потребителей на самом деле на некоторые позиции цены даже на 10 евро стали доступнее кроме того у нас есть вот такая программа это программа специальных предложений сентября и на мой взгляд я говорила и повторю это еще раз это самая сильная самая крутая программа наверное за последние полгода точно почему потому что в этой программе с по специальным ценам со скидками вы можете заказывать наши самые популярные изделия такие как измельчитель суперсоник дайсер на данный момент по состоянию на вчерашний день они закончились но возможно найдут еще дополнительное количество следите пожалуйста за объявлениями затем кто долго думал проспал но ждем информации все равно буду его сейчас показывать потому что попросили так что еще микрокук я буду сегодня пробовать в нем вам тоже что-то показать что еще и еще и еще много прекрасных изделий помимо этих изделий на эту неделю 39 у нас есть как специальное предложение вент смарт объемом 6 литров у меня здесь стоят вент смарт и немножко других размеров и объемов нижний вент смарт 9 литров его нет в каталоге он бывает только в специальных предложениях и наверху у нас стоит вент смарт 4,4 литра юра там кто-то пришел и активно машет руками вент смарт 4,4 литра и он просто в каталоге без акций а 6 литровый который вы сейчас можете заказывать он высоты такой же как 4,4 но он вот такой вот длинный будет как этот 9 литровый и 6 литровый вент смарт любят за то что он входит в глубину холодильника если этот вент смарт тогда когда ставите еще здесь остается место или здесь и здесь слишком намерзает от стенки то 6 литровый ну как бы половина полки вы экономите да и вот это пространство тоже полезно используете можно два 6 литровых ставить например вниз холодильника если вы убираете вот эти ящики я всегда рассказываю о том что можно убрав ящики поставить вот этот 9 литровый вент смарт и тогда виды несколько видов капусты например здесь хранить очень удобно или картошку кто кому некому негде хранить картошку и есть специальный температурный отсек внизу холодильника то можно пересыпать сюда и морковку например но когда вы ставите 9 литровый тогда сбоку немножко вот такое пространство остается 6 литровый когда ставите получается более оптимальное использование вот этих нижних полок так цена его будет 3290 и 6 литровый вент смарт это новинка в каталоге и но в каталоге его цена 4990 а сейчас на этой неделе 3290 в общем-то это главная новость этой неделе только одно изделие нам добавили и все то что я буду показывать рассказывать дальше это просто но некоторые такие практические уроки значит в прошлый понедельник у меня не получился сейчас секунду у меня не получился кисель потому что я подумала что чайник закипел но он не закипел да и я залила получается недостаточно горячей водой кисель потому он не заварился сейчас я для вас специально хочу исправиться что чтобы все-таки гештальт этот закрыть и может быть увидев этот эфир кто-то из наших девочек начнет вот этот страх переступит и начнет готовить кисели кисели на самом деле это полезно и очень полезно очень напиток тем более вот в такую погоду как сейчас когда уже становится прохладно то можно пить не глинтвейн все-таки а кисель вот зоя мне прокомментировала что это ее любимый шейкер нас много-много есть постоянных клиентов постоянных наших пользователей у кого это любимое изделие и пользуются им постоянно могу сказать про своего мужа пока он занят и вышел решить какой-то вопрос я не знаю что там случилось но там что-то случилось он любит очень этот шейкер и когда на выходные дни нам нужно приготовить омлет на всю семью на четверых то юра берет этот шейкер и сразу сюда семь-восемь яиц разбивает добавляет молоко кстати верхняя крышка может служить как мерный для того чтобы добавить молоко добавляет молоко гарш въелос и взбивает и готовит омлет и вы на самом деле очень хорошо готовит я бы сказала даже уже практически лучше меня потому что я готовлю редко и мало ну вот видите как изменился цвет кисель заварился и в принципе все он готов к употреблению мне больше нравится теплый кисель в латвии принято есть много разновидностей подачи киселя и с манной кашей тогда можно вылить кисель в какую-то чашечку и нашей мультиспун ложкой выложить манную кашу это такой вид подачи кто-то делает такой как мусс и тоже подается киселем ну в общем база понятно вы разбавляете либо готовую смесь холодной водой и заливаете кипятком если густовато вы можете всегда разбавить кто-то любит погуще и есть ложкой кто-то любит такой жидкий у меня ребенок любит прям вообще такой ну такой почти жидкий вот либо же что можно сделать крахмал картофельный или кукурузный варенье и то же самое да крахмал заливается водой или холодных чем-то холодным и разбавляется кипятком я учу случилось понятно не все знают что мы работаем до шести простите так тема киселя это дальше показать вам что попросили все-таки показать как готовится винегрет наоборот несмотря на то что дайсер как будто бы пока закончился я все равно покажу потому что рано или поздно он же еще вернется к нам правда же на арену так и теперь я буду закладывать в посуду для приготовления в порядке мягкости так скажем продуктов вот картофель готовится быстрее всего дать из всего этого набора картофель готовится быстрее поэтому я картофель буду класть вниз и и так два три сейчас это я делаю маленькие кубики так так рекламная пауза так 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 по приготовлению картофель до самый мягкий но вот легкими движениями руки я выкладываю картофель вот сюда силиконовая лопаточка мне нужна была бы с юлей навели порядок а теперь знаете как обычно бывает после такого порядка мы ничего найти не можем силиконовые лопатки уехали на витрину ассистент мой на улице обслуживает клиента хорошо следующий по мягкости приготовления я морковка сейчас я морковку тоже немножечко я ее просто вдоль подрежу и тоже ее измельчим мелким кубиком и я помню дорогие девушки про конкурс я сейчас объявлю победителей конкурса который проходил на моей страничке в фейсбуке на прошлой неделе нужно было поставить фотографии самых старых своих изделий таппер вары по ностальгировали мы немножко все хорошо так и объявлю сейчас победителей все хорошо все помню все подарки уже подготовлены было интересно посмотреть на на какие-то и не ну такие редкие изделия очень часто в таппер вары появляются изделия только на один какой-то период вот там только подарок какой-то определенной недели так у меня например дома поселился красный ультра про когда-то был еще зеленый ультра про ну и много такого было что появилась один раз и все больше не было возможности это все купить так морковочка идет вторым слоем видно что я делаю да то мне без ассистента плохо как до дайсером нужно пользоваться не на дощечке да потому что у дайсера есть специальные ножки такие силиконовые и он не скользит эта техника безопасности и кому например не нравится что дайсер защелкивается вот так видите оп и он защелкнулся это тоже сделано для техники безопасности потому что если вот эта часть терки будет ходить слишком легко то слишком легко будут туда попадать руки так так это уже свекла сырая свекла молодая свекла со своих огородов спасибо девочкам которые нас подкармливают которые нам приносят вкусные домашние продукты марина если меня смотрит инга если меня смотрит большое вам спасибо мы очень ценим правда хелене спасибо за яблочки пользуясь случаем передаем привет и так свекла довольно таки твердая вы сами знаете даржон ножом ее тоже сложно резать поэтому я такими небольшими по два кусочка только кладу и по два кусочка я нарезаю свеклу здесь у меня луковица это не свекла но вот смотрите мелкий-мелкий кубик легко и аккуратно себя я сейчас вот так на ладошке да покажу вот мелкий кубик свеклы легко и аккуратно так и теперь я выкладываю сюда свеклу у нас будет винегрет наоборот для того чтобы это вся масса легко приготовилась нужно добавить немного воды совсем немного так убираю лишние и воды примерно сейчас я налью стакан и вы увидите сколько так микрофон большая масса вот у меня видите здесь три слоя довольно таки много продуктов мне надо налить воды так чтобы дно было покрыто водой тогда под воздействием микровол это вода начинает закипать поднимается наверх и проготавливаются эти продукты как бы на пару они варятся в воде вода на самом деле блокирует действие микро волн как когда солнечные лучи и тучи их закрывает также здесь нельзя залить водой но в воде не сварится но немного воды я добавляю для парообразования и теперь ставлю в микроволновку на 900 ватт наверное минуток на 6 пока поставлю потому что мне не нравится когда слишком разваренные овощи я поставлю на 6 и проверю так 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 объясняю почему на 6 потому что у меня было две свеклы две картошки и две морковки и при приготовлении в микро куках в микроволновой печи есть правило один плод две минуты но вот соответственно у меня 6 плодов 7 минут получилось не знаю интуитивно так делаю но 66 7 не хватит я буду еще добавлять мне надо проверить так значит если целый плод две минуты может быть я считала так что если пополам сейчас будем смотреть да я интуитивно делаю никогда не засекаю вот ни воду не могу в миллилитрах сказать вот по ощущениям потому что дружу и знаю уже свою микроволновку так у нас это будет винегрет наоборот винегрет конечно мы еще добавляем горошек кто-то добавляет селедку винегрет кто-то добавляет лук кто-то не добавляет я приготовила сейчас лук ну давайте кстати я покажу потому что это тоже когда мы говорим про дайсер это тоже бывает интересно время мне сегодня позволяет я показываю что лук здорово очень чистить когда вы разрезали его пополам и тогда вот видите вот это вот вся верхняя часть и вот эти вот все шкурки они легко сходят но у меня почему-то попался плохой лук такой весь заду задумчивый и это даже срежу не буду этим кормить семью да теперь все хорошо вот смотрите напополам разрезали вот эту попочку ножом срезаю и за ней тянется вот этот верхний слой лука и чистить гораздо легче чем вот как как мы все чистим обычно и попадает под ногти верхние шкурки лука так вот новый сезон на почему-то уже все овощи какие-то такие ненормальные подгнивающие почему-то так хотела показать как на дайсере рубится лук не рубится режется вот можно прям так взять половинку и сделать вот так и вот пожалуйста у вас мелкий кубик лука готов также можно сейчас измельчить лук в чоппере также о можешь пожалуйста дать овощечистку горизонтальную красный нет почему-то можно а знаете еще в чем преимущество лука здесь тем что не пахнет и глаза не текут слезы не выделяются когда вам нужно много лука так это просто спасение в отличие например от моей любимой мандолина которая конечно в открытом виде да все это оставлять меня нету ну снимай пленку что делать мне надо показать покажу еще да это известный лайфхак но вдруг есть кто-то кто этого не знает можно вот как-то можно взять вот так вот половинку лука и и в обе стороны просто ее расчесать овощечисткой вот так и получается такая то тончайшая просто тончайшая нарезка луковая и когда вам надо сверху на селёдочку на килечку на на что-нибудь такое тогда вот вот этот вариант очень даже подходит кто не знал пишите в комментариях что вы не знали чтоб я знала что вам показывать следующий раз так дальше из практических обучений последнюю неделю у нас действует скидка на супер измельчитель супер соник я приготовила здесь свой любимый фокус даже не фокус а свой любимый вариант использования чопера даже не то что любимый понятно что когда он у вас дома тогда вы привыкаете все в нем делать но хочу акцентировать ваше внимание не нашла прямо книжку про чоппер и даже не знаю есть она или нет но хочу показать извините только на русском языке есть не знаю даже откуда у нас они много лет уже лежат на складе кто хочет можно кстати купить заказать здесь целая книжка про измельчитель turbo микс это как бы sonic только высокие предыдущего поколения и вот смотрите здесь все варианты использования только мягкие массы то есть вот какой-то классический классический соус песта творожный соус с кориандром свекольный соус легкий соус соус паштета сардин паштета с крабовых палочек паштет из лосося масло с цитрусами масло с горчицей масло с морепродуктами к чему я это все вам зачитываю к тому что здесь все в чоппере измельчается мягкие массы то есть зелень и что-нибудь добавили творожок и что-нибудь добавили нигде не сказано что в чоппере нужно рубить морковку твердую или свеклу или вареное мясо или вот такие продукты знаете сложные твердые которые наши девушки пытаются сюда положить поэтому я просто хочу акцентировать ваше внимание на том что бережно нужно относиться к суперсонику чувствовать нужно чтобы не было слишком сильной нагрузки на вот эту вот веревочку до следить за тем чтобы эта веревочка была сухая обязательно потому что если она жирная влажная селедки вся мокрая и вы ее скрутили и улетели на мальдивы на два месяца то конечно она может спреть и сгнить и ни о какой гарантии здесь речи идти не может поменять мы такое вам не сможем это не производственный дефект и вам придется просто покупать отдельно крышку вот эту вот а поэтому периодически открывайте крышку и смотрите чтобы там никто не поселился и никто не завелся если пользоваться чоппером бережно то он прослужит вам очень очень долго так вот про паштета сказала и теперь показываю свой ну такой знаете это впечатляет такой впечатляющий вариант использования соника вдруг сейчас меня смотрят те кто увидит это первый раз и делаю несколько движений раз два три четыре только четыре движения и и и и и сейчас сейчас да мы с юли гениально конечно провели уборку так ну вот хотя бы так покажу за четыре четыре движения за веревочку получается вот такая вот пышная классная масса яичную рассмотреть чтобы было видно да видно она прямо вот как пух и теперь ее добавляете хоть в салаты хоть мимозу сверху ей поливаете хоть что хотите мы сейчас в эти выходные ездили отдыхать с семьей в эстонию и в эстонии в одном из отелей где мы остановились на завтрак было масло яичное масло они на острове сарема смешивают мягкое сливочное масло с вот таким вот вареным яйцом дорогие друзья это очень вкусно попробуйте повторить можно значит приготовить это в чоппере закрыть крышечкой герметичной и на завтрак себе на бутерброды это все использовать так дальше что дальше хочу показать вам идею соуса сейчас по правилам работы с микроволновкой приготовлению в микроволновке моя эта масса должна отстояться одну треть времени и за это время я пока могу показать вам приготовление соуса я сказала что кто-то и вообще не не как бы я не показываю вам сейчас как готовить винегрет винегретов рецепту огромное множество так же как и борща и пиццы и всего-всего да сейчас настолько обилие рецептов и разных идей каждая хозяйка считает что так как она готовит это правильно я не показала маринованные огурцы потому что ну нам не нравится с маринованными огурцами винегрет есть я не рассказываю про капусту кто-то и и добавляет кто-то не добавляет в латвии добавляют еще и селедку винегрет тоже как бы ну тоже мне кстати нравится неплохой вариант но я хочу сейчас показать свой вариант соуса для заправки винегрета базу вы берете свою любую а теперь ну конечно заправляют оливковым маслом винегрет но думаю что есть все-таки у нас любители заправлять винегрет не оливковым маслом а майонезом ну думаю что такие все равно есть я хочу показать вам идею из ресторана в котором я работала когда я пришла учиться пришла работать так скажем нет я пришла просто покупать себе посуду дешевле но потом так получилось что у меня стали люди ее заказывать я решила что он и надо все-таки быть профессионалом и пошла на курсы поваров и получила диплом повара это такой как бы факт из моей истории и чтобы получить диплом повара нужно было пройти практику в ресторане я проходила практику в итальянском ресторане занималась очень ответственными работами и вот и там подсмотрела рецепт рецепт настоящего итальянского соуса от итальянского повара соус был вообще-то предназначен для салата цезарь листы ромэн салата руками только руками ломали ну дальше там сухарики это все понятно круто он и вот но секрет был в соусе майонез готовили домашний в миксе в блендере и затем этот майонез смешивали с килькой вот и этот ой анчоусы да но но анчоусы да с анчоусами вот и и никто не мог никогда не разгадать не повторить этот соус но никто бы не догадался что в этом соусе в этом майонезе домашним на самом деле анчоусы вот поэтому где салат цезарь с этими листиками хрустящими в нашу непогоду когда уже холодно и где мы до смешиваем как бы адаптируем под свои условия природные и берем базу винегрета но соус берем вот как раз таки от того салата смотрите я измельчаю сейчас не кильку а господи анчоусы вот видите мелко-мелко оно все измельчилось не в кашу как электрическим блендером а здесь будет чувствоваться структура можно лукового сока чуть чуть-чуть сюда выжать вот и берем домашний майонез ну как бы если дома мы используем то используем вот так да хотела сейчас открыть я чуть-чуть беру майонеза майонез на оливковом масле и яйца домашних у моей соседки курочки есть и мы едим уже много лет домашние яйца от курочек которых иногда даже слышим по утрам все соус готов взбивается что аж на крышке остается пахнет очень вкусно вот он достаю проверяю что там получилось от себя да обязательно от себя когда варите в микрокуки сохраняется цвет аромат овощей этих не вываренные и сырые овощи идеально правда идеально давайте чтобы я была прямо вот прямо вот на пробуй пожалуйста с ложкой прям бери мне нравится идеально правда но она не мягкая льдента хорошая льдента картошка готова раз свекла готова картошка тоже готова значит я угадала 7 минут по какой формуле высчитала не знаю но оно все готово теперь нам нужно это все остудить я не могу это соусом смешивать в таком виде вот остается форма остается цвет аромат и совершенно другой вкус винегрета получается в принципе если не для гостей не на презентации то можно прямо здесь это все размешать подать нужно на тарелке берете тоже мультиложку раскладываете мультиложкой каждому порционно и этот микрокук хорош тем что у него отдельно есть белая пластиковая крышка который вы это можете закрыть убрать в холодильник еще одно преимущество микро кука заключается в том что его очень легко мыть он практически не пачкается и если я сейчас переложу все в миску давайте я переложу все вы увидите картофель крахмалисты поэтому он прилип но в принципе все равно покажу кухня ваша не дымила не парила вытяжка не работала вы сократили время приготовления этих овощей очень сильно сейчас сполосну увидите что это вот так о и но практически сейчас вот по сути вот споласкиваете и посуда чистая то есть не нужно тратить свою энергию и время на мытье знаете когда варятся свекла и варятся эти овощи тогда у кастрюли по краю идет такой ободок который довольно таки сложно отмыть но вот такой фокус еще хотелось сегодня вам показать значит овощи у меня остынут и я их соединю вот с этим соусом из анчоусов приготовленных при помощи соника но теперь начиная уже заканчивать хочу поблагодарить всех девочек которые присоединились моему конкурсу показали свои самые старые таппервары изделия в доме сложно не сложно но я не могла выбрать какого-то одного победителя и решила порадовать нескольких значит две участницы у нас было светлана и алина которые прям провели огромную работу они собрали всю свою коллекцию они аккуратно это выставили они старались максимально показать и спасибо большое это как бы была главная идея моего конкурса показать людям что за двадцать лет двадцать двадцать пять двадцать шесть у света всей посуде лет посуда сохранилась в хорошем состоянии и соответственно человек пользуется ей и все эти годы да они меняет каждый там полгода каждый год баночки светлана алина вас благодарю от всей души за работу которую вы проделали и ваши подарки и алина и света вот эти вот чудесные емкости для тех у кого все есть тех у кого таппервара так много что можно позволить себе использовать таппервары для может быть не пищевых продуктов мы часто об этом говорим когда у это коробка хорошая для лего для лего хорошая когда у вас все продукты по своим местам вот выбрала такой подарок для того чтобы все то что может быть в хаосе в каком-то специи какие-то там баночки сладости печенюшки какие-то пакетики чтобы у них пусть появился адрес и они в каком-то уголочке заняли такое укромное место это два подарка для этих двух девушек следующие две девушки чуть попроще у них коллекции но все равно было очень приятно посмотреть у ай были старые изделия очень старые около 20 лет при том что а я сама работает с нами 10 лет мы недавно отмечали это события и у иры ирина кстати говоря дизайнер интерьеров очень очень хороший очень востребованный и у ирины интересные тоже были фотографии с редкой редкой китайской японской серии которая была только однажды в продаже больше не было как ира умудрилась ее поймать не знаю но тем не менее а я и ира ваши подарки вот такие вот это чаши жемчужины для сервировки и подачи салатов и может быть фруктов и всего прочего это тоже классика таппер вары эксклюзива блюдо или эксклюзива серия до эксклюзивная либо же мы называем ее еще жемчужина это ваши подарки и остальные девушки которые принимали участие которые ставили фотографии так же было очень интересно на это все посмотреть я не могу каждого прям наградить так как хотелось бы но и без подарков не могу оставить поэтому дорогие девочки кто ставили фотографии изделий в комментариях до настоящего часа когда вы будете в нашем офисе независимо от того заказом без заказа у нас есть такой ну и этот кувшин и у юли есть такие коробки с гаджетами и вы можете придя сюда выбрать любой гаджет как маленькое спасибо от нас за ваше время так это сказал это сказала позволяет мне еще время думаю позволяет покажу еще потому что давно собираюсь этот тазик вам показать но как-то все время не хватает времени боюсь что его разберу и пропустите интересный момент значит это как сказать грязи из это значит папа нашего дайсера это тоже изделие то первое мы тоже им пользовались это мой личный дайсер на самом деле ну крокодил его называли вот вот такое изделие у него тоже было несколько насадок у него было кстати очень умная вот эта вещь не поднять не поднять но вообще-то она поднималась наверное уже присохла тут вот просто вам для развития что такое было дальше вот здесь есть такая салфетница она открывается салфетки сюда вкладываются и при необходимости можно вытащить здесь есть чаши для кормления моего ребенка старшего который 18 лет ребенку 18 лет чашу 17 лет очень люблю я именно эту серию потому что за ручку можно держать сейчас мисочка которая у нас есть для детей тоже чудесная и у нее есть специальный держатель дальше есть вот такой вот сливная крышка кто занимается консервированием то очень любят это изделие охотятся за ним вы подставляете просто к банке и сливаете до с разных сторон можно или вот как у нас здесь сейчас горошек банка с горошком открыли консервным ключом приложили и вылили так что еще еще вот такая штучка есть тоже ломают голову многие не знают что это для чего это сушить сушилка для бутылок вымыли либо на толкушку можно поставить надеть эту бутылку либо вот на специальную подставку обо всем по ду про все продумано и по всем продумано так дальше вот это изделие долго тоже ломали голову не могли понять для чего это мы использовали для губки около раковины много лет на самом деле это просто совочек чтобы накладывать детстве накладывать порошок например или крупы или сахар или муку или кошачий собачий корм вот этот скребочек тоже он не такой старый нас иногда они появляются на складе это скребочек мы загадки загадывали да что это это скребочек чтобы либо муку соскребать счищать со стола либо вот видите как у меня сейчас здесь были бы разные продукты их надо чистить ну там куда-то в кастрюлю либо же на самом деле первое назначение когда в ресторане белые скатерти приносят вам хлеб с маслом вы едите и крошки попадают на белоснежную скатерть ну с тряпкой приходить как-то некрасиво вот такие скребочки в ресторанах металлические таперы они пластиковые и аккуратно не царапая не цепляясь за скатерть она все счищается так ну и вот так это не буду показывать не буду например есть емкость для двух вареных яиц внутри фиксаторы и внутри специальная солоночку вмонтирована например вот это редкое изделие которое тоже один раз всего лишь появилась в продаже вот это и это специальное изделие для того чтобы можно было открывать банки и бутылки разных диаметров ну например соком да вот такой диаметр с металлической крышкой когда сок или сироп тогда вы зажимаете и открываете для тех у кого слабые руки или например баночка тоже с огурцами поставили покрутили и открываете ну вот вот разные чудеса в капервара бывают хотела закончить юра на не закончу не рассказал еще одну тему но раз мы сегодня представляем в энд смарт как специальное предложение то я хочу быстренько рассказать причину да у кого хорошо хранится у кого не очень хорошо вот я показывала тут в stories свеклу вот это моя свекла которая у меня из холодильника из домашнего вот она растет 1 свекла вот здесь обломались сейчас мы готовили вот обломались и здесь вот тоже видно что она растет когда хороший продукт он в энд смарте хранится долго и растет и одна из девушек мне прокомментировала вот у меня все лежит плохо и я и написала расписала почему может лежать плохо рассказываю вам тоже пять причин где нужно искать да вот проблему почему не хранится первое это качество исходного продукта вы наверное обращали внимание что если у вас огурчики сейчас июнь июль август с грядки или даже с рынка то они в энд смартах лежат идеально хорошо если киа если огурчики декабрьские январские из наших магазинов они не просто в энд смарте портятся а бывает мы их из магазина приносим они уже чуть ли не в плесени мягкие непонятно какого качества то есть качество исходного продукта конечно важно это первое не сделает из плохого продукта хороший кто вам такое рассказывать не верьте это неправда то первое может оживлять продукты это правда то есть вот если смотрите вот эта морковка вот вот это плохая морковка она бялая да я могу ее помыть и положить в энд смарт и она может окрепнуть у нас станет действительно тверденькой крепенькой если пучок укропа завял в энд смарт может его оживить цветы завяли в энд смарт может его оживить у меня есть несколько таких роликов это правда вот но из гнилых огурцов он не сделает не гнилые огурцы или если у вас капусту в плесени брокколи часто мы приносим а там уже плесень есть в энд смарт не уберет эту плесень это нужно понимать причина номер один причина номер два мытое не мытое мы всегда делились вот два лагеря в топливар делится мы то кто здесь хранит мы то кто не мытые продукты нет правда здесь нужно смотреть по продуктам нужно смотреть по вашим привычкам мне например больше нравится взять уже готовы отсюда продукт мытой и использовать чем опять таки потом тратить на это время то есть я беру отсюда кинзу помыть ее надо просушить достать центрифугу я теряю время поэтому я за то чтобы здесь хранить мытое но это тоже влияет на длительность срока хранения здесь данная длительность хранения продукта дальше еще один третий момент это соседство с какими-то другими продуктами да я рассказываю что можно купить в энд смарт 9 литровый и там хранить все продукты но я не говорю все я говорю например одной группы продукты то есть сюда можно сложить капусту белокочанную капусту брокколи капусту кальраби какой-нибудь да вот например из одной группы продукта либо и картошку и морковку можно сложить но сложить сюда помидоры укроп базилик и малину нельзя то есть нужно все-таки делить в энд смарты на разные группы продуктов и конечно обращать внимание на на подсказки на коробочке и заглядывать да и и тогда можно увидеть что помидоры авокадо баклажан бананы персики сливы киви вообще не стоит хранить в холодильниках по правилам по правилам хранения этих продуктов так 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 третье соседство да что немножко надо смотреть если вы положили укроп с помидорами или шампиньоны с апельсинами например и видите что испортилась значит делайте выводы что ну не надо да вот если кладете апельсины мандарины ну одной группы продукты должны лежать в одной коробке дальше грибок плесени бывает так что мы приносим опять таки эту пресловутую брокколи из магазина кладем сюда и удивляемся почему у нас испортились продукты часто грибок плесени мы приносим из магазина и если он уже появился в коробке вот сейчас начнутся у нас чудеса чудеса то есть этими огурцами которые становятся такие как как ватные да как чужой просто открываешь коробку там чужой кошмар вот значит если здесь все-таки завелся грибок плесени появился грибок плесени все убираете перебираете и моете с уксусом потому что если вы эту брокколи убрали но у вас там осталось осталось белокочанная капуста или цветная капуста то плесень может перейти туда коробки тут не виноваты коробки чудесные рукколу месяц хранят они ну вообще ра барбара лежит три месяца морковка лежит и растет тоже парей лук растет если правильно пользоваться и пятая причина эта система вентиляции здесь не просто так есть вот этот клапан не просто так есть инструкция есть подсказки а все-таки для того чтобы вы на это обращали внимание и в полном ролике моем про vent smart я когда-то это рассказывал сейчас быстро еще раз повторюсь что есть холодильники но у frost есть фридж фрост моем детстве там 30-40 лет назад были просто холодильники и аллилуйя что он вообще был а сейчас холодильники тоже подразделяются встроенный холодильник работает хуже чем не встроенный он меньше размером него по-другому работает мотор да и есть фридж фрост на у frost смотрите есть холодильники у которых течет задняя стенка вот у нас на работе такой холодильник мне он не нравится он портит продукты знаете почему потому что по принципу его работы налить такая возникает он к сначала обледенеет эта стенка и если есть какие-то ну не знают продукты коснулись там вот грязными руками что-то кто-то ну вот короче что-то попадает на эту стенку течет это потом он размораживается со всем этим что его касалось он стекает вниз в это отверстие это отверстие мало кто знает как чистить как промывать и потом он начинает всю вот она в плесень там там поселяется плесень в этом отверстие тоже у меня есть видеоролик где я показываю как нашим ершиком для соломинок чистить это отверстие там кошмар кто живет вот значит это плесень она живет в холодильнике поэтому если вы без стопервара живете у вас просто хронически на всех продуктах будет плесень если стопервара вы немножко спасете потому что все под крышками так вот это влажный холодильник как проверить если вы кладете кусочек дрожжей или сыра и он у вас влажный такой испаренный покрывается и потом плесневеет у вас вот такой вот текущий плачущий холодильник а если вы кладете кусочек сыра или дрожжей на 2 на дверцу или на верхнюю полку и он у вас высыхает значит у вас вентиляционная вот эта система вентиляторы тоже не могу сказать что прям вау как классно потому что этот вентилятор сушит продукты у вас холодильнике вот чтобы вы не оставили в открытом виде у вас все будет быстро 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 высыхать соответственно тоже портится если без стопервара вот как это все соотносится с вен смартом значит сейчас это важно поэтому должна это сказать мне вопросы задают такие смен смартом как соотносится я могу путать фридж фрост ноу фрост чтобы меня потом вредные комментаторы не доставали я не проговариваю какой из них какой но я думаю что те кто слышишь слушают слушают поймут о чем я говорю значит если у вас влажный холодильник с плесенью значит нужно закрывать клапан чтобы туда эта плесень и влага не попадала а если у вас холодильник такой который сухой и все сушит то можно открыть вот так полностью клапан пусть он сушит да тогда отсюда лишний кислород будет выходить и и продукт будет хорошо храниться значит это это так работает на во влажном закрываете полностью либо попробуйте сначала на половинку в сухом открываете он не боится вот этой вот сушки так скажем вот и конечно пробуйте обращайте внимание когда стенка леденеет не ставьте вплотную коробки не ставьте вплотную сырницу пусть там стоит какое-то бабушкино варенье какой-то кетчуп там еще что-то у стенки которая то так то так то так то так а в энд смарты будут стоять немножко подальше от этой стенки тогда будет меньше перепады температуры если вы достаете в энд смарт и он у вас весь в конденсат в конденсат и прям течет с него сырница мне часто говорят прям течет значит не справляется наша посуда значит холодильник и и есть привычка держать холодильник открытым это вот одна беда тогда теплый воздух из комнаты сталкивается с холодным из холодильника и вся ваша посуда от разницы температур ну как туман на улице да то здесь этот конденсат образуется и он остается в коробке ему некуда деваться тогда и сырница более влажно и в энд смарте больше будет влаги от перепады температуры продукт будет быстрее портится как помочь убрать у домочадцев привычку держать холодильник открытым подальше от задней стенки все ставить тогда все будет хорошо и сырница и такой лайфхак пока вы завтракаете пусть ваша сырница тоже завтракает подсохнет чуть-чуть пока вы обедаете пусть она тоже пообедает и хлебница кстати это тоже касается где там у нас хлебница так дорогие друзья на сегодня такой большой получился у меня спич наверное знаете когда боишься потерять работу любимую тогда просыпается какое-то второе дыхание думаешь что же я не сказал это столько всего не сказала еще так что не переключайтесь будем работать будем жить будем улыбаться любить готовить и все прочее так на этой неделе мы улетаем на конференцию лидеров то первое блоки центральной восточной европы у нас жизнь течет продолжается мы работаем не переживайте мы вернемся в воскресенье и в следующий понедельник я буду представлять вам программу уже октября и те кто у нас является постоянными зарегистрированными клиентами тире консультантами пожалуйста не забывайте о такой опции как ваши бонусы за активность за заказы и зайдите на сайт или мы всем кладем брошюрки на сайте есть раздел консультантам вас он тоже касается даже если вы покупаете только себе есть раздел бонусов за месяц посчитайте пожалуйста или в программе загляните позвоните в офисе спросите мы посчитаем мы из программы скажем ваш общий объем продаж за месяц и например за минимальный уровень до за 400 евро за весь месяц заказов у нас есть вот такая вот новинка это изделие для приготовления пасты и их макаронных изделий в микроволновке тогда гречку уже умеем готовить рис без труда умеем готовить но теперь следующий шаг это как же варить макароны без контроля очень очень просто то первого раза вас все придумал значит здесь есть пиктограмма которая показывает ну так покажу нижнюю границу сколько можно положить продукта вот столько воды 1 порция 2 порции 3 порции да то есть пасту вы кладете сюда и заливаете водой дальше следуя температурным инструкциям вы варите на нужной мощности затем вы достаете это все есть отдельный ролик посмотрите и сливаете то есть вы поворачиваете крышку на подсказку варите вот так а переворачиваете крышку когда нужно слить и вы сливаете здесь есть отверстие вам не нужно доставать дуршлаг мыть дуршлаг и сушить дуршлаг и хранить дуршлаг сливаете и ваша паста готова добавляете туда сразу может быть соус который на сковороде вы в это время приготовили или банку тунца и сыра сверху и там чего-нибудь вкусного и все моется элементарно как вся посуда для микроволновки это ваш бонус с огромной скидкой при заказе на 400 евро в сентябре многие у нас такой уровень делают поэтому кто там цокает язычками не цокайте у нас таких людей много и есть бонусная программа еще выше 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 хотела просто разъяснить это изделие потому что она интересная и это новинка каталога на кто не хочет делать 400 евро тут может открыть каталог и и заказать все дорогие друзья благодарю вас всех за внимание сейчас я отдышусь до новых встреч пока пока